Чисто обычная моя ситуация. Давайте замутим с бабулей. Мне пришлось несколько раз заняться в ухуд с бабушкой. Всем привет, меня зовут Лиза, и вы опять наткнулись на этот ад Sims 4. Боже, мы опять будем играть в Sims 4. Я спросила в своем телеграм-канале, чем же мне все-таки заняться во второй части Sims 4, потому что мы уже заработали денег, конечно, не очень правильно, потому что все-таки жизнь с нуля это немного от другого, как оказалось, потому что я забыла о том, что можно полностью вообще с нуля начинать, когда ничего нет, только участок и даже нет квартиры. Это было немного нечестно, но ладно. Сегодня мы будем куролесить по полной. Я скачала несколько интересных модов, надеюсь, они откроются, включатся, и посмотрим вообще, что это такое. Мне уже удалось скачать моды, которые я хотела скачать. Кстати говоря, оказывается, у моего дома нет крыши, замечательно. Мне столько всего хочется сделать, что я даже не знаю, с чего начать. Вообще у меня работа как бы новая, да, и мне нужно в ней развиваться. Господи, у меня всего 900 миллионов, я столько работала, столько пахала. Сейчас покажу, какие у нас вообще есть функции. Отправиться в секс-шоп. Вообще, насколько я знаю, можно создать свой стрип-клуб, и я его создавала, кстати говоря, да. Это мод 18+, когда вы можете видеть все без цензуры. Этот мод быстро надоедает, то есть ты один раз посмотрела, и все, тебе уже скучно, по сути, становится. Но мне всегда было интересно, извините, но такая уж я грязная душа, мне всегда было интересно, что скрывается за этот цензур. Я не буду чинить, а, вообще-то мне нужно починить компьютер. Хорошо, я починю компьютер, окей, без проблем. Возраст меня, видимо, не пощадил, мне стало немножечко грустно, и я решила запустить себя. Я не знаю, это как будто бы гиперболизированная версия меня. Все просто мои комплексы, которые у меня в голове находятся, они просто по максимуму отобразились на этом персонаже. Я не знаю, ну работу убивать. Давайте сначала примем настраивающий душ на размышления. Типа, я такая вся сейчас переосмысленная выйду из душа, я помоюсь, я побреюсь. Надеюсь. И давайте сделаем что-нибудь с кожей. Я, правда, уже не знаю, что с ней сделать, потому что нет никаких, по-моему, масок от прыщей. Как избавиться от прыщей? Я не понимаю, просто у нее очень проблемная кожа. Это не нормально. У нас есть, наконец-таки, этот шест прекрасный. Вот мы можем на нем танцевать, но я пока что не хочу этим заниматься, если честно. Хорошо, давайте немножечко поработаем все-таки над собой. Нам нужно поухаживать за своим телом, потом мы уже будем там искать какие-то отношения, какие-то вот эти вот интрижки. Я, конечно же, скажу спасибо за то, что вы мне накидали очень много классных идей, очень милых, очень добрых, классных идей. Мне очень понравилась идея с прокачкой всех навыков на максимум. Я, конечно, не уверена, что я смогу прокачать все навыки на максимум, потому что я даже не знаю, сколько их там вообще существует. Давайте сейчас сделаем упор на спорт, собственно, потому что спорт — это тоже навык. Давайте сейчас пока что ограничимся вот этими вот навыками, которые мы уже приобрели, и мы постараемся повысить их до необходимого десятого уровня, а потом мы уже будем искать другие навыки и развивать как раз-таки их. Ладно, давайте пойдем с этим вот мужчином. Я не знаю, у нас тут какая-то уже любовная ветка образовалась. Сейчас посмотрим. Может быть, мы с ним и что-нибудь сделаем. Что мы будем с ним делать? Может быть, он станет нашим первым дедом. Книжку можно продать уже, мы не учимся нигде. Или мы учимся где-то. Подождите, мы учимся где-то или нет? Нет, мы не учимся, нам пофиг вообще. Так, смотрите, какие навыки у нас, получается, имеются. Писательство, боже, зачем я вообще начала это развивать? Какой кошмар. Ладно, давайте сейчас пока что сделаем упор на рисование и на фитнес, потому что рисование нам осталось совсем чуть-чуть. А фитнес мы прокачиваем как бы свое тело и проканчиваем свой дух. Давай, беги, мы с тобой молодцы. Мы вообще отличные бизнесвумен. Мы бизнесвумен, мы пожиратели душ, а может стать вампиром. Мы сегодня идем на работу, я об этом забыла вообще-то. У нас сегодня первый съемочный рабочий день. Это наш как бы первый шаг к этой вот актерской жизни. Вот так, мы стали лучшими друзьями, у нас появился к нему интерес, к этому Дуэйну, да, и у него, собственно говоря, тоже к нам появился интерес. Так, все, делаем, выполняем задание, чтобы все у нас было идеально. Приготовить прическу и макияж. Давайте, прическа и макияж. Ладненько, давайте быстренько с этим разберемся. Я хочу просто на 5 звезд это все выполнить. Ну, желательно, конечно, было бы на 5 звезд. У нас пока что нормальный досуг, так что пока мы живые. Я, наверное, уже просто зайду в редактор персонажей, и я просто уберу эти прыщи, я не могу на них смотреть. Она уже и так слишком долго с ними ходит. Я понимаю, что это реалистично. Не настолько же долго. Ну, с такой проблемной кожей она уже должна была бы сходить к дерматологу, и точно бы ей уже выписали какие-нибудь жесткие таблетки. Ой, я стала русалкой. Кстати, мини-идиот, по-моему, я милашка. Она тоже любила экспериментировать с волосами. Не только в жизни у меня так, на самом деле. У меня это перенеслось на игру. Я просто играю свою роль клоуна. Хорошо. Без проблем. Похвалить персонажа на съемочной площадке. Вежливое знакомство. Никто не хочет со мной знакомиться. Ну, я как бы знакомлюсь, но у меня не выполняется задание. А похвалить персонажа я не знаю как и не знаю где. И, конечно же, с ним я тоже познакомлюсь, но у меня это никак не отметится, потому что всем все равно на меня. Я готова к съемке. Все, мы готовы. Рискованно повернуть штуровал. Конечно, пойдемте. Давай, быстро протирай пол. Какой желтый диван, господи. Я понимаю, что влюбилась в этот желтый диван, но нам нужно играть дальше. Нам нужно зарабатывать деньги. Эти прекрасные попугайчики будут служить в вашем доме. Вашей стиральной машинке очень хорошо. Свежий бриз, свежий воздух, океан. Заказывайте, покупайте на нашем оригинальном сайте попугай.ком Что? Я получила полностью? Просто покушаем и пойдем домой, потому что у нас еды, наверное, дома нет. Опять, как всегда. Что? Мы за эту съемку получили 650 долларов. У меня реально за всю игру Sims 4 у меня в первый раз такое. Хотя я работала не первый день, а за первый день уже 650 долларов. Я в шоке. Я совсем забыла о том, что мне нужно заботиться еще о своем скоте. То есть у меня тут есть козочки, овечки, которых мне нужно стричь, кормить, поить. Единственное, что у моего Симы получается хорошо делать, это работать. Она ничего не умеет нормально делать, на самом деле. Так, окей, давайте помоем, покормим всех этих овечек, потому что я их все-таки люблю и уважаю. И ради чего вообще я всю эту заварушечку и устроила. С животными у нее пока что не клеится, потому что большей части она реально проводит время на работе. И она такая грязная. Господи, мне так грустно за ней. А, подождите, у нас есть уже законченный навык. Это предприниматель, что уже неплохо. Доставить за это ваш приятель из рекламного агентства у нас появилась потенциальная должность советчика, для которой вы идеально подходите. Вы не могли бы записать любой видеоролик и публиковать его через видеосистему БОЛЬШЕ ПРОСМОТРАВ. Не волнуйтесь. Мы отротушируем вас для рекламы. Записать видеоролик, видеоблог веселья. Вы посмотрите на мою котеночку. Вот тут пляшет миленький малыш. И мне тут опять лошадь насрала. Наша киса взрослела. Посмотрите, это мой киса. Блин, это же мой вылет. Это тоже реально. Вы посмотрите просто, какая у меня аппаратура. Она уже кокетничает просто на камеру. Ну, как я. Кстати говоря, что у нас тут добавилось по чертам? У нас добавилось асексуал. Это из-за моего скачанного мода. Наверное, потому что за это все время, когда я вот начала играть, у нас не было никаких отношений. Наверное, поэтому. Ага, награда. Это награда по всей жизни, чтобы вы понимали, да? Навык предпринимателя. Персонажи с этой четвертой характера получают бонусы к зарплате и более благословные ответы при общении с другими персонажами. Вау! Скорее всего, из-за этого вот навыка, который тут есть, у нас получилась более большая ставка на первом рабочем дне. Мыслитель. Вдохновленный персонаж быстрее повышает навыки. Мы почти что достигли третьей звезды. Это вообще, по-моему, идеально. Реально не только и делают, что перед камерой хвастается, сидит вообще. Ну, бесят такие люди, на самом деле. Вот эти вот видеосъемщики. Какие-то дураки. Бесят они меня. Я стала какой-то уж слишком худой. Я не знаю. Видимо, спорт хорошо на меня влияет. Ну, вот бы так и в жизни, знаете. За мной следит какой-то дед, кстати говоря. Да, есть минусы скачанного мною мода. Вот такой вот реально непристойный контент подъехал. На самом деле, стрёмно. Сталкерство. Это полнейшее отстой. Я бы не хотела. Даже такого деда я не хотела бы себе. Давайте посмотрим, что у нас по прокачке, потому что всё идёт не очень быстро, я подсказала. Я достигла уже 10 уровня рисования. Давайте на туризм я не буду повышать, потому что мне не хочется раздеваться. Каждый раз, извините, это слишком. Мне хочется угробить свою жизнь. Сначала, знаете, её наладить, а потом угробить. Я хочу стать популярной актрисой. У нас есть хотя бы к этому стремление. Почти что третья звезда. То есть почти уже цель достигнута. Давайте пойдём ещё в спортзал, потому что рисование мы уже достигли. 10 тысяч миллионов у нас имеется. Это всё на картинах, если что, потому что я нарисовала очень крутые картинки. У нас тут коза спит. Ещё, кстати, да, я собираю деньги с коз. С них тоже есть небольшой заработок. Да, небольшой, но есть. Животные хорошо общаются между собой. Очень комфортно у них складывается общение. С лицом, кстати, так же проблемы. Я не знаю, как это исправить. А чтобы вы понимали, она сейчас моется, и он реально за ней подгляд. Господи, какой кошмар! Это так омерзительно. Приветствую дружески. Здравствуйте. Зачем вы сюда пришли? Лошадь у меня убежала. Как вообще самочувствие моей лошади? Бодрость низкий. Ну, поспи, поспи. Потом тебя почистим. Я предлагаю дальше развивать спорт, потому что, во-первых, в целом это то, что меня интересует. Можно, кстати, ещё купить нитки, потому что у меня всё-таки появилось новое хобби. Я ещё занимаюсь вязанием. А что посмотрим у нас по-актёрскому? У нас вообще есть какое-то прослушивание или нет? Вроде как нет у нас никакого прослушивания. Устройте уличное выступление. Давайте попробуем найти толпу людей. У нас хорошая репутация среди людей. В целом у нас очень всего много хорошего, но нам нужно как-то испортить свою жизнь, потому что всё идеально как бы не бывает. Где-то да мы устаём, где-то мы сходим с ума. Почему я так хорошо выгляжу? Посмотрите на меня, я очень хорошо выгляжу. Это не я. Это кто-то за меня. Вы посмотрите, это точно не я. Я так хорошо не выгляжу. Она такая крутая, она такая успешная, такая подкачанная. У неё даже крутая куртка, у неё крутая одежда, потому что её собирала я. Она такая красивая. Она идеальна. Она, она совершенство. Нажмите на своего или другого персонажа, выберите действие сыграть сцену или сыграть сцену за чаевые. Сыграть сцену? Давайте вот это вот за чаевые, потому что нам нужны деньги. Давайте, и тогда у нас будет полностью всё выполнено, и у нас ещё... Смотрите, сколько у нас вообще жизненного опыта. Мы можем что-нибудь тогда себе купить вообще. Вот это наш парень. Ну, в целом прикольно. Шевелюра есть, на лошадь похожа, значит лайк ставим. Как бы, вы же говорили, что нам нужно устроить гарем, так что мы можем устроить гарем вообще из всех. Пересидеть всех к нам, забрать их деньги. Это, подождите, это сцена за чаевые? Что это за странная такая сцена? Достигну седьмого уровня аксёрского мастерства, а какой у нас уровень? Нам в любом случае его нужно повышать. Четвёртый уровень. Так, нам нужно зеркало срочно. Меня пригласили в какой-то особняк, моя подруга, между прочим. Да, мы с ней дружим. У меня есть крутые подруги, у которых есть такие огроменные дома. Посмотрите, вот просто на этот дом. С ней стоит дружить. Смотрите, какая лошадь. Посмотрите, сколько детей. Она содержит всех этих детей. Наверное, я не знаю. У меня с ней просто прокачано отношение на сто баллов. Может быть, мне взять семью Кассандру, чтобы она дала мне все свои деньги и деньги своего богатого отца. У неё даже статуи дома стоят. Не, на самом деле, это жутко. У неё какие-то стрёмные. Ладно. Чудные богатые друзья всё равно мне друзья. Так что, да. Давайте помоемся у неё, что ли? Я бы с радостью приняла у неё душ. Хотя бы, знаете, здесь не будет она меня наблюдать дядька. Белла год её мать. Я не ошиблась в дружбу с ней. Я не ошиблась. Посмотрите, какая я прокачанная. Я просто... Даже прыщи уже мне не мешают. Мне, правда, глаза краснёчие. Ну ладно. Друзья, друзья, и мои друзья. Я на себе. О боже, я познакомилась с ребёнком, и он стал увереннее. Что может быть лучше уверенного ребёнка? Что, кто, а я это... Пошла. Я, конечно, очень была рада познакомиться с вами, но мне нужно делать дела. У меня кот убежал. Вы понимаете, что у меня даже на семью нет времени. Бурная жизнь начинается. У меня тут мужчина на горизонте появился. Просто он такой... Тут высвечивается табличка. Можно игнорировать притягательный взгляд, а можно его ответить на этот притягательный взгляд. И мы, конечно же, ответили, потому что он сделал так. Он, наверное, нам порычал. Он сделал эти вот кошачьи... О, нет. Минус отношения. Здравствуйте. Да, я немного потная. Постарайся, конечно же. Давайте развивать с ним отношения. В целом нам нужно много персонажей. Я не знаю, как он мог обратить внимание на такую потную женщину грязную. Я дотяну. Я дальше буду качаться. Давайте разминка. Отсутствие пушистого друга. А, у меня же кот убежал. Ё-моё. Господи, посмотрите, какая я грустная. Мы такие близкие друзья, что нам стоит поселиться вместе. Может, я перейду к вам? Кассандра. Да, это только укрепит нашу дружбу. Окей. Потому что я могу забрать ей деньги. Я только поэтому согласилась. Ладно, так как она наша подруга, мы оставим ее семье 5 тысяч миллионов, а 40 тысяч миллионов мы перейдем. Ты переезжаешь ко мне. Все. Жизнь удалась. Что я могу сказать? Кассандра, я тебя обожаю. Кассандра, ты моя лучшая подруга. Я тебя люблю. Поделиться секретом. Давайте ее апгрейдим. И ты тоже будешь моим персонажем. Ты будешь полностью. Но мы сделаем из нее такую кокеточку. Может быть, она мне будет помогать. Она будет заводить ко мне тоже людей. и делает нас еще богаче, чем мы являемся сейчас. Из 10 тысяч миллионов, извините, прошло всего 10 минут, наверное, как я играю, а у нас уже 50 тысяч миллионов. Блин, вы посмотрите, какие мы подружки? Я не могу. Мне так нравится такая дружба. Я обожаю друзей. Блин, посмотрите, я грустно. Она меня поддерживает. Она сказала, все окей, нах. Все окей, нах. Она сейчас просто зашла и смыла туалет. Вы посмотрите. Она за мной даже туалеты смывает. Я ее люблю. I love her, короче, да. Я просто иду в мужскую мойку. Я апгрейднула Кассандру как смогла. Вот такая вот у нас Кассандра. Сейчас я вам покажу ее лук. Скуф. Из-за того, что у нас поселился уже один игрок, и я не собираюсь ее убивать. Скорее всего, мне придется расширять свое пространство, расширять свой дом, свой хаос, хайп-хаус. Вот так вот, в общем, ее выглядит официальный лук. Я потом доделаю просто там очень много забот. Я не хочу сейчас тратить на это все время. А чем вообще занимается наша Кассандра? У нее есть работа вообще? Нет, у нее нет работы. Сколько тебе лет вообще? Ты молодая? Ты молодая. Она писательница. А у нее музыкальный талант, господи. Круто. Ладно, потом куплю ей гитару. Не будем особо заострять на этом внимание. Давайте пока что будем просто ухаживать за скотом. Будем расширять свою ранчо за Кассандру. Пусть он этим всем занимается в целом. У нас очень много животных, за которыми нужно ухаживать. Они сейчас все спят, слава богу. А также кот наш убежал, без понятия где он. Давайте, короче, пригласим шамана. Или нет, или круглосуточный магазин. Посмотрим вообще, что у нас за товары есть. А, сейчас, видимо, все закрыто. Окей. Мы, собственно говоря, просыпаемся и сразу отправляемся в спортзал. Надо, кстати, будет купить кофемашинку обязательно, потому что кофе с утра это обязательная процедура. Жесть! Я злодейка! Вы посмотрите просто на мое лицо, как я занимаюсь спортом. Отчаянно прям бью. Ко мне сейчас подошла моя тренерша и начала меня ругать. И мотивировать в целом, наверное, да? Боже, посмотрите, как я на нее смотрю. Я бы испугала. Ладно, мне теперь не стыдно заниматься в спортзале, потому что, наверное, я не буду так нелепо выглядеть, как она. Женщина? Ты ж женщина! Спортзале, да, часу дня с утра самого. Вы посмотрите, какая она качественная. Вы посмотрите на ее проработанный пресс. Я тоже хочу себе такой пресс, извините. Я готова быть ее подчиненной. Сходила в спортзал, пофлиртовала, познакомилась с новыми людьми. Выполнила ежедневную рутину. Сняла видео-мейкап. Посидела за монтажем. Выложила видео. Фиг знает куда. Сходила на работку. Неудивительно теперь, почему кожа капец. Столько макияжей за день даже я не делаю. Надела костюм. Потусила с коллегами и прямиком на сцену. Получила свое золото. И как обычно осталось пообщаться с людьми. И после потного ворка и Денсона с Сенеоу начали узнавать люди в общественных местах. Что осложнило занятие в спортзале, но подняло даже мою самооценку. Внезапно поступило такое предложение, от которого было тяжело отказаться. И он залез рукой в ее лицо. Пока я развиваю все эти навыки, а это длится достаточно уже долго, что у нас имеется вообще? Давайте покажу. Почти что прокачанный фитнес. Кулинарию прокачивать я не хочу, потому что я вырвала, что я не хочу любить кулинарию. Это только будет в ущерб мне идти. Кассандра занимается не тем, чем надо ей заниматься. Она занимается творчеством, писательством. А ей нужно заниматься моей лошадью. Ей нужно прокачивать мою лошадь. И люди, которые будут появляться в моем доме, они тоже будут прокачивать мою лошадь. Я куплю себе, наверное, несколько лошадей. Буду их прокачивать. И, возможно, потом уже прокачанных лошадей мы сможем продавать. Я сначала посмотрю, можно ли продать одну лошадь за дорого, если ты прокачаешь в ней более-менее хоть какие-то навыки. Возможно, это реально прокатит. Это будет наш новый бизнес. Кассандру я не буду из нашего дома убирать. Она будет с нами до конца идти. Она будет наш помощник по жизни. Повезло, девочки. От нас, кстати, сбежала коза. Черная, самая дорогая коза. Я не знаю, либо она сбежала, либо она просто исчезла. Я просто не понимаю, что с ней случилось. Потому что никаких предпосылов не было. Я ухаживала за ними, честно говорю. Потому что, когда появилась Кассандра, стало намного легче жить. Я прокачиваю сейчас навык актерского мастерства. У нас все идет просто в гору. Лошадь опять срет в квартире. Дом, кстати, я тоже улучшила. Вот. Теперь он у нас такой больше большой. У нас даже появился свой собственный кабинет. Конечно, тут особо ничего не декорировала, но сделала так, по минимализму, так сказать. Времени особо не было. У нас очень хорошо идет актерская профессия, потому что я стараюсь. Я прокачиваю навыки, чтобы участвовать в этих рекламах. Я думаю, что пора уже заселить еще кого-нибудь персонажа в наш дом, чтобы еще потом прикупить лошадь. Но давайте сначала начнем с того, что мы прокачаем эту лошадь. Не знаю, мне кажется, было бы круто открыть свою ранчо и реально продавать потом этих лошадей. И устраивать, возможно, какие-то соревнования, выигрывать конкурсы. Мне кажется, эта идея реально гениальна, потому что, во-первых, мы будем делать на этом деньги. А, во-вторых, мы займем нашу Кассандру Делан. То есть она не будет просто просить... И для других персонажей у нас тоже будет какая-то работа. То есть не просто так они будут сразу заселяться и жить с нами, а будут работать. Нас сбросила лошадь? Да ладно? Кассандра, ну нужно налаживать отношения. Может быть, нас грустит? Нет, не грустит. Позировать? А, да, нас теперь вообще везде узнают. То есть я прихожу какой-то за день и нас начинают сфотографировать. Это вообще какой-то немного дискомфортный момент. Короче, какие-то новые действия появились, поэтому давайте попробуем. Тут нужно сыграть сцену флирта. Что? Я ни разу такого не видела. Рискованно повернуть штурвал. Жесть, меня даже не накрасили. Могли бы хотя бы мне лицо нарисовать красивое, пожалуйста. Ладно, сейчас я буду драться с голым мужиком. Замечательно. Я хочу писать, я сейчас обоссуюсь с этим голым мужиком. Вот это экшен на борту происходит. Это какой-то уже Наруто пошел. Давайте рискованно флиртовать. Давайте флиртовать жестко. Укус вампира? А при чем тут вампиры? Я вампир, все понятно. У меня эти шкалы все зеленые всегда. Я так счастлива. Я получаю постоянно золото. Я остаюсь еще на участке, чтобы поболтать с людьми, познакомиться. Потому что, оказывается, я тут очень общительная. Но в жизни не очень общительная. Посмотрите, что у меня над кроватью висит. Вы просто посмотрите. До сих пор одна кровать с Кассандрой. Я в целом не против. Кассандра хороша с собой. Самый быстрый способ вообще, как прокачать отношения с персонажем. Я думаю, все это знают. Это в кролике общение. Просто писать сообщение и все. У нас уже общение вот так вот. Я, конечно, все равно общаюсь и в жизни с людьми. У нас номер с прокачкой комедии. Поэтому мы прокачиваем сейчас комедию. А дальше уже у нас идет гитара. Я хочу научиться играть на гитаре. И в целом поучаствовать в рекламе, где нужен навык гитары. А еще, кстати, она у меня стала вот такой вот. Славная она стала. Она любуется в зеркало своей неотразимостью. Это все потому, что я постоянно тусуюсь около зеркала. И повышаю около зеркала навыки. Я уже, кстати, повысила навык спорта. Повышаю еще медиапроизводство. Я еще повышаю. А еще, кстати, нам нужно, по-моему, записать что-то с дроном. Давайте запишем. Сделать видео в районе. Я еще ни разу не записывала. Кстати, у нас уже лошадь стала дороже. Она стоит уже 2300 миллионов. Уровень фитнеса я повышала уже благодаря беговой дорожке. Кстати, да, я не забыла про нашу первую подругу Гретту. Надо как-нибудь с ней, наверное, встретиться. В общем, Кассандра у нас реально просто работяга-трудяга. Все, хватит пить кофе, хватит общаться с Кассандрой. Записывай дрон. Где дрон? Куда дрон исчез? А где дрон? Нам каждый день приходят с видеороликов от 1000 миллионов. Где-то 1300, где-то 1400 миллионов приходят нам каждый день. В общем, мне кажется, это отличный такой заработок дополнительный. Нам нужно еще кого-нибудь поселить семью. Возможно, сначала я поселю Рахула, нашего бойфорда на данный момент. Вот, но потом я собираюсь замутить еще с моим прекрасным продюсером. Сейчас, где мой продюсер? Смотрите, какой он смешной. Он просто милашка. У него красные волосы, у него красная борода. Я считаю, что с ним грех не замутить. Вот, посмотрите, с усами. Но мне не хочется его напрягать. Почему-то не хочется. И Семена я хочу к себе взять, чтобы он работал у меня. Потому что Семен выглядит как отличный работник сельхоза. Кстати, да, я коз продала, потому что все-таки с ними было очень тяжело. Они постоянно убегали. Поэтому по шене нафиг эти козочки. Я немного изменила свою внешность. Я теперь выгляжу очень жутко. Мне вообще не нравится. Сейчас очень часто делают макияж. Именно такой, знаете, кукла-аниматроник. Она неживая. И вот какой-то страшный, жуткий кукол. Вот я похожа реально сейчас очень сильно на этого аниматроника. Жесть. Я забыла о том, что у меня в семье теперь новый персонаж. Это мой бойфренд на данный момент. Вот. И, конечно же, что мы с ним сделали? Мы сделали ему отдельную комнату. Как Кассандра. Они будут теперь жить в отдельном домике. Облагородила нашу ферму. У нас теперь есть много животных. Наш бойфренд, он тоже заботится о нашем скоте. Я собираюсь, конечно же, поселить к нам в семью еще кого-нибудь. Еще бойфренд завести. И посмотрите, какая у нас замечательная ферма теперь. У нас, конечно, теперь осталось очень мало денег. Я, кстати, с Рахулой не взяла ни копейки. Потому что я подумала о том, что это нечестно. И нужно зарабатывать все своим трудом. Почему с Кассандрой так поступила? Потому что она сама захотела к нам переехать. Понимаете, это было ее добровольное желание. Здесь я заставила Рахула к нам переехать. Но он как бы согласился, дал свое добровольное желание. Но все равно я же настояла на этом. В общем, у нас теперь лошадь просто обитает в огроменном доме. Вот такой вот у них домик. Я бы сказала, что он просто люксовый. Потому что купила им самые дорогие кровати. И они добавляют этого уровня комфортно. Здесь будет такой самый комфортный кровать для моих любимых друзей. Также у нас есть корова. Очень счастливая корова. И также очень счастливые курицы. Рассыпем корм. А также у нас еще появился небольшой такой вот участочек для посажа всяких растений. У нас с Кассандрой там какие-то тоже мутки начались. Видите, она что-то к нам подкатывала, но я в целом не против. Кассандра. У нас еще котик. У нас с котиком все отлично. Почему-то у нас плохие отношения с курицей. Общаться. Давайте реально улучшим наши отношения. То есть за Кассандру я вообще люблю играть. Я люблю Кассандру. Что у нас вообще по моим карьерным достижениям? Все отлично, я бы сказала. Очень все-таки тяжело, к сожалению, повышать эти навыки. Поэтому, скорее всего, я не буду их добивать все до десятки. Потому что, ну, это просто до бесконечности вот у нас жрет корм наша киса. Я не хочу как бы настолько сильно затягивать с этим, потому что это действительно будет долго. Продвижение всех навыков. Я не знаю вообще, сколько это уйдет времени. Мне кажется, я уже буду реально старой. А что это Кассандра к нам идет спать? Я же Кассандра купила кроватку. А что это Кассандра? Кассандра. Это что такое? Значит, наша женщина-то Кассандра, а не Рахуну. Алкогольный, тяжеловес, таблеточный, легко... Что?! Я в шоке. Тут столько всего добавилось с модами. Что у меня вообще может быть интересного? Давайте смотреть какие-то дорогие, действительно, штуки. Чистоплотные. У чистоплотного персонажа уровень гигиены снижается немного медленнее. Я не то, чтобы в этом прям нуждаюсь. Персонажи со связями начинают подъем по карьерной лестнице несколько ступенек выше. Ну, блин, у нас и так, на самом деле, все отлично с карьерой, поэтому я тоже не вижу смысла ничего такого покупать. Честно, меньше сна нам действительно понадобилось. Нам всего лишь осталось заработать 10 баллов, и мы можем купить себе укоротитель сна, то есть нам придется меньше спать. А это нам действительно нужно. Я устроила сейчас общественное мероприятие, получается. Что нам нужно сделать? Я пригласила, во-первых, очень много гостей. Я надеюсь, кстати, то, что у нас нет никаких особо сегодня мероприятий. Мне не нужно... Да, слава богу, мне не нужно сегодня ни на какой кастинг идти. Все, заработала 4000 вот этих вот ромбиков, я не знаю. Давайте купим, наконец-таки, эту бессонную хрень, бессонное зелье, потому что это очень действительно полезно. Да, покупаем! Мне очень интересно. Надеюсь, это не бесполезная покупка, но и даже если бесполезная, мне все равно. Так, давайте замутим еще с кем-нибудь... Ну, не замутим, а точнее просто кого-нибудь подселим к нам еще в квартиру. Давайте, ладно, порассказываем анекдоты, где my friends. Рахуз... Да мне пофиг. Так, подождите, женщина какая-то зашла с косичками. Или мужчина, не знаю. Анекдот из серии «Кто там?» Давай, шути. Так, кот хочет поджечь себя и дом в целом тоже. Итак, это моя подруга пришла. Думаю, это Кассандра, правда. Так, сейчас я пообщаюсь с этим человеком. Два раза нужно рассказать анекдоты, вы серьезно? Игривым быть нужно. Ладно, давайте просто повысим в целом общение. Поговорить об искусстве. Поблагодарить за посещение. Спасибо, что вы у нас были. Это было очень весело. Сыграть в игру? Как мне? Как мне сыграть? С кем мне сыграть в игру? Как я могу играть в игры? Я сейчас буду играть в шахматы на свой день рождения. Как вам такое? У нас очень хорошо идет молоко. Я его продаю за 132 доллара. Все 4 и 6 упаковок. И яйца тоже хорошо идут. По 20 долларов каждому. Два. Два яйца за 20 долларов. Нормально. Господи, а просто давайте повзрослеем быстренько и все. Мой персонаж очень сильно хотел тусовку, вечеринку устроить. Я ей не устроила. Не обязательно же все на максимум прокачивать. У меня и так по работе все идеально. Всем пока! Спасибо, что пришли. Кто-то подарил вам прелестный гардероб. Что? Нифига себе. 410 стоит всего лишь этот прелестный гардероб. Я ей это продам. Ой, нет. Стол я не буду продавать. Все продаю, потому что нам нужно идти... А, я в багаж складываю. Я умная. У меня немного покраснел кот. Я не знаю, что это такое. Посмотрите, это в первую очередь у меня такое. Короче, нужно его отвезти в ветеринарную клинику. Светится, у него светятся лапы, еще и нос горит. Странный, конечно. Котик, сейчас мы пописаем. И сходим в ветеринарную клинику, конечно же. Рахим, Рахум. В общем, мужчина. Скачет вокруг бутылок этих. Он лошадь прокачивает, занимается ее апгрейдом. А Кассандра. Некому помыть даже хлев. Я прошла еще одно прослушивание. Что неудивительно, конечно же. Я купила, короче, сигаретки. Давайте покурим сигаретки. Я это максимально осуждаю, потому что я когда-то сама курила. Возможно, и буду курить когда-нибудь, потому что никогда не говори никогда. Ну, в общем, сейчас я не курю, и я этому очень рада. Простите, что беспокоена. Ваша прекрасная репутация у всех на слуху. Блин, как приятно реально. Ну, мы скоро ее подпортим. Сегодня я услышала очень мудрую цитату. Там, где летает бабочка, на другой стороне землетрясения. Смолкин. Давай, смолкин. Для животных очень красиво. Ведь клиника, она действительно с каким-то вайбом, с очень красивым дизайном. А для людей почему-то она очень стрёмная. Какую конструацию. На лечение, боже. А что со мной происходит? А, я курю просто. Просто эстетично курю сигарету, пока мой кот плачет. Мой кот, бедный кот. Бедный кот, быстрее мы бежим. Что за смешные болезни? Я понимаю, что они созданы, чтобы я сразу заметила, но это так выглядит смешно. Ты куда пошёл? Кот, кот, нет, не уходи. Он постоянно от меня сбегает. Я не знаю, что у меня с ним... То есть, ты хочешь сейчас от меня сбежать в такой ответственный для меня момент? Ладно, он сумасшедший. Ему можно. Она реально постоянно подходит в зеркало. Она нуждается в зеркале, чтобы просто посмотреть на себя. Иди сюда, быстро. Так, что с нашим животным, пожалуйста, расскажите? Базовое лечение. Конечно же, дорогое лечение. Нет, это казаться от лечения вообще. Не, я уверена, что это так бы и прошло, наверное. Ну, я так думаю. Ну, давайте дорогое лечение, потому что мы любим нашего кота. Ой. Я курю даже в ветклинике. Мне пофиг. У меня почти четвёртая звезда. Ё-моё. Нужно готовиться к моему новому выступлению. Так, завести дружеское отношение с другой звездой. А где мне найти другую звезду? Кто знаменитый? Кто знаменит? Знаменитые люди. Юдит. Давай общаться. Давай знакомиться. Ну, попереписываемся немножечко с Юдит. Скажем, боже, мне так тяжело быть звездой. Я скоро скурюсь. Я сейчас в конкретном шоке, потому что мы пригласили сейчас к нам Юдит звезду популярную, самую популярную. Ладно, возможно, она не самая популярная. Но, в общем, она очень популярная. Вот такая вот, короче, фея крёстная из Шрека. Может быть, мы вообще, короче, её переселим к нам и избавимся от неё. А было бы неплохо. Наверное, у неё большие состояния. Давайте сделаем Вито, что мы ей доверяем. Рассказать невероятную историю. Простить обнять. Так, давайте покурим сигаретку, потому что мы зарабатываем никотинную зависимость. Можно немножечко и польстить. Нравятся эгоисты? Да, они знают себе цены. Тренировать удары. Ладно, а давайте реально попробуем к ней подкатить. Мне хочется заигрывать. Давайте замутим с бабулей. Давайте просто её восхлаблять. Что? У нас нифига себе. Нет, ты не ревнивый. Рахул, уходи. Рахул, уходи в свою комнату. Тебе нельзя за этим наблюдать. Спать. Ой, не ты. Боже, ты, Рахул, уходи спать. Иди спать. Просто душевный разговор. Мы просто с ней общаемся. Ничего больше. А может быть, мы приедем в её дом? Блин, ну не, не знаю. Я не хочу, на самом деле, переезжать со своего дома, потому что он очень комфортный для меня, несмотря на то, что он выглядит как бомжатник. Мне он очень нравится. Так, Рахул, ты хотела чем-то позаниматься? Иди почисти хлев. Демонстрирую моё актёрское мастерство, чему я научилась за всё это время. Kiss me moment. Почему я всё время так всех заваливаю? Рисковно драться. Конечно же, я подерусь с тем, с кем я подружилась. А где мой каскадёр? Я не понимаю. Боже, что за служебный роман? Вы же понимаете, что закончится всё плохо. Короче, я предлагаю сейчас забрать одного ещё персонажа. Я хочу забрать вот этого персонажа ко мне домой. Где он? Просить присоединиться к семье! Всё, я сейчас забираю его деньги, мне всё равно. Чеу, 27 миллионов. Ну ладно, раз он один, можно забрать все его деньги. Та-дам! А, продаём, продать всю участку с мебелью. Продать, продать. А мне-то водоход пойдёт, мне интересно. Ладно, оставим всё как есть. Мы богаты! Умирает наша первая коза. Немного даже как-то грустно. Возможно, я сейчас заведу ещё одну козу. Грета, я тебя помню, боже мой, я помню мою любимую подругу Грету. Грета, не хочешь ли ко мне переехать? Какой у тебя бюджет? Это слишком грустно. Я не думала, что это будет так грустно. Вот Кассандра, скорее всего, будет грустить по вещке, потому что она с ней очень много общалась. Рахул катается на лошадь. Рахул, где моя лошадь? А, это кобыла. Давайте продадим всё-таки уже лошадь, потому что мне кажется, что ей уже пора. 3 350 она стоит. Можно было бы, конечно, повысить до 4 там 7 миллионов или до 5 7 миллионов. Я не знаю, правда, возможно, это или нет. Но это слишком как-то заморочится. Я думаю, что 2 тысячи мы отбили, поэтому... Давайте продадим и заведём новую лошадь. Да, это грустно, на самом деле. Я не хочу продавать лошадь, мне это не нравится. Мне хочется, чтобы этот персонаж был очень меркантильным, очень гадким. И делать, наверное, в точности наоборот, чтобы я не сделала. Поэтому да, мы продадим. Бай-бай. Блин, я не могу, но мне грустно. Он так... Он ещё попрощался с ним. Бай-бай. Сусу. У меня умерла коза, маленькая овечка. И ты скоро умрёшь. А главное, давайте заведём тогда ещё одну лошадь. Спасти лошадь. Ну, я не знаю, будет ли от неё какой-то толк. И можно ли её так прокачать, чтобы она стоила большую сумму. Я не знаю. Можно, короче, спасти лошадь. Типа, мы рахул. Типа, мы хороший человек. И взять, конечно же, в семью ещё хорошую лошадь за 1000 долларов. За 250 долларов она, конечно же, будет не совсем идеальна. То есть у неё будут какие-то привередливые качества. Каштан! Я хочу себе каштана. Непокорность, агрессия. Агрессия. Агрессия! Агрессия! Я возьму каштана. Мне каштан прикалывает, и не смешно. И возьми обычную лошадь за 1000 миллионов. Всяких разноцветных козочек. И вот такую возьмём, зелёную возьмём. Я так подумала, он будет заниматься овечками. И он будет заниматься курами. Рахул и Кассандра занимаются лошадьми. Я в кои-то веки решила поухаживать за лошадью. Причём за самый агрессивный. В общем, я сейчас буду приучать каштана к сену. Он будет учиться кушать сено. Надеюсь. Что-то он не идёт за мной, ну ладно. В общем, я курю просто вообще каждый день по несколько сигарет. Я этим не хвастаюсь, если что. Я такая хулиганка. Ой, боже, каштан. Он реально, кстати, похож на каштан. Блин, он только лёг спать, и я начала его завозить из сена. Итак, учи каштана кушать, поговорить. Давайте пообщаемся с каштаном. Узнать, как дела. Опять она хочет курить. Ладно, всё, пусть каштан спит. Не буди, не буди, не буди, не буди. Давайте покурим, как эстетичная девочка в конюшне. Господи, что так громко? Кто угорает мне в ухо? Она разобщалась с этим рыжим дядькой. У меня сейчас начался пожар, и все забежались. Просто этот пожар лошадь забежала. Забежали все сюда. Они были на улице. Я не понимаю, зачем они все сбежались на пожар. Вы посмотрите на эту лошадь. Я не могу. Она такая смешная. Боже, а эта лошадь просто в восторге. Они реально зачем-то сюда забежали. И смотрите, она тоже сюда бежит. Зачем? Подбегайте ближе к огню. Вообще прыгайте в него. Потушить. Не убегай. Нифига она на каблах бегает. Овечка стоит. Овечка стоит. Овечка сейчас сгорит. Подруга молодец. Вот единственная, кто смог пропишутся, это Крассандра. Я ее уважаю просто. Я, короче, пригласила шамана. И вы посмотрите, что можно сделать. Я сейчас записалась на еще одно прослушивание. Вхожу в роль уже. Учусь ходить в роль. Вот. И потом я буду со всеми ссориться. Я буду заходить в общественное заведение и говорить. А не пойти-ка бы вам поесть сосисочек в тести. Я просто вегетарианец. Выпить. А что еще можно с ним сделать? Духовное путешествие? Я отправляюсь в путешествие. Мне очень интересно, что за это выйдет. Выпить. У меня Кассандра отправилась в какое-то другое измерение. И она в таком вот состоянии. Я не знаю, что тут можно сделать. Вы посмотрите на вот это все. Боже, она просто все розовая. Я не думаю, что тут прям какие-то, не знаю, можно сделать крутые штуки. Я типа к духам отправилась. Что это за бред? Это что такое? Давайте возьмем это растение. Клубничный куст. Что это летает? Это фея. А можно фею поймать? Я никак не могла заставить переехать бабушку. Я уже с ней, знаете, и флиртовала. И уже предложила ей встречаться. Она вообще ни в какую не хотела ко мне переезжать. Но сейчас она сама предложила ко мне приехать. И на счету у нее было 100 тысяч и миллионов. Так что теперь мы богаты. А просто само осознание того, что нам придется это все просрать, это, конечно, грустно. Я сейчас буду выполнять одно такое прикольное действие. Вот такое действие! Это то, что вы мне предлагали. Она же вроде пожилая. Да? Да? Этим мы и займемся. Если два раза я с ней поковыркаюсь в кровати, она умрет. Достаньте свечи, настроитесь на романтический лад. И Юдит собирается в первый раз заняться в уху. Юдит? Что? Так, еще раз. Боже, просто само осознание ничем я занимаюсь. Я еще почитала в интернете, как зарабатывать миллионы в Sims 4. И мне посоветовали заняться садоводством. То есть вот этим вот созданием цветов. Флористом, короче, стать. У меня уже вот этот дядечка с бородой, он создает композиции. Цветы создает и продает их. И в целом здесь у нас очень красивый садик такой получился. Пытаемся выращивать бананы, но они очень плохо растут у нас, к сожалению. Так, еще раз. Почему она жива? Почему мне приходится это делать? Почему она до сих пор жива? У меня много к ней вопросов. Все, я создаю комнату смерти. Мне написали, что это сработает. Но почему-то у меня это не сработало. Мне пришлось несколько раз заняться в уху с бабушкой. Я не знаю, нужен ли мне вот этот чувак. По-моему, он мне здесь не особо нужен, но я уже к нему привыкла. Вот она мне вообще здесь не нужна. Давайте она сюда пойдет. А вот так вот выйдешь? Звезда наша умерла. Я стала суперзвездой. У меня уже... Ну, не суперзвездой, но просто у меня уже 4 звезды. И я очень стала вальяжно ходить. Вы посмотрите, какая я стала стерва. Просто 4 звезды и все, я хожу вот так вот. Она очень стала медленно ходить. Мне это бесит. Почему она стала такой мерзкой? Еще у меня из-за зависимости от табака появилась вот такая вот табличка. Типа я вообще... Нервные срывы у меня происходят. Я вообще... Потери контроля. Я все... Все из-за сигарет, вы понимаете? Сколько всего. Боязнь, измены. А сама-то, блин. Конечно, по себе и судим. Короче, я думаю, что мне нужно с Рахулом объединить наши узы. Потому что у нее, во-первых, появилась такая... Не знаю, потребность, непотребность. Ну, что это значит, короче. Блин, она такая злая. Я не думаю, что в такой момент это удачно. Кстати, да, я поселила еще нашего одного челика с бородой сюда, в комнату. Я не знаю, он мне не нужен, потому что он плохо занимается садоводством. Кассандра справляется вообще на ура. Все, сделаю предложение плюс слава. А чего у нас минус отношения? Было бы смешно, если бы она отказала. На самом деле, отношения очень фиговые, потому что она встречалась помимо него еще с многими людьми. Будучи в отношениях, ну ладно. Нет, вот за него, лучше за него. Теперь можно, короче, над ним поиздеваться. Создать нелепые слухи. Врать про карьеру? Ты, конечно же, не знаешь, кем я работаю. У меня произошел отвратительный инцидент. У меня, в общем, слетела икра. И в итоге я просто вышла без сохранения. И оказывается, то, что у меня была жива бабка. И мне пришлось убивать эту бабку. А так как я сделала предложение, сейчас предложение у меня не осуществлено. У меня персонажи все грустные, максимально от отращения у них какое-то происходит в жизни. Потому что одна хочет курить, другой переживает смерть. Я хочу продать уже всех своих коров. Ладно, давайте продадим кур. Вот это я все сношу, потому что я устала очень заниматься фермой. Это очень выматывает. Я избавилась уже от бабки. Чищу моего каштана. Каштан, кстати, тоже повзрослел. Сейчас он уже маленький обратно. Так как меня уже все задолбало, я уже просто не ввожу, потому что она очень злая. И она ничем не может буквально заниматься из-за того, что у нее алкогольная зависимость, хотелось сказать. Табачная зависимость. Она не может ничем заниматься. Так что мы идем в спортзал и будем сейчас со всеми портить отношения. Сейчас будем просто на всех жестко кричать. Я, знаете, я просто уже устала стараться, я хочу просто все уничтожить. Угрожать папарацци. Борьба с папарацци. И с тобой у нас фанатка будет. Борьба с папарацци. Я сейчас твой фотоаппарат сломаю. Вот так тебе и тебе вот так вот. А ты будешь меня сейчас... Он мне хлопает. А теперь я тоже хочу с тобой приветствовать группу. Я вообще не хочу их приветствовать, я просто хочу начать драться с ними. Хочу с ними знакомиться. Да, стой. Сказать, твоя мама лама. Твоя мама лама. Оскорбить. Обслуждать страхи с тем, кого ненавидишь. Ну, это жестко, конечно. Грубо спросить, в чем проблема, Хамза. Оставь меня с моей обидой, ладно? Кое-что тяжело забыть или простить, понимаешь? Драться. Я его не оставлю, я буду его преследовать. Заставить убираться, Хамза. Нифига себе, я уверенная стала. Так, злые действия. Только эта может мне поднять настроение, что ли? Еще раз драться. И ты хочешь? Вот они сейчас подружатся как раз-таки. Одна обида сближает очень людей. Давайте, короче, будем еще и своему партнеру изменять. Он, кстати говоря, меня приглашал к себе домой. Даже не знаю, с чего начать. Дождь с денег. Я надеялась, что можно было бы еще больше денег выкинуть. Ну, ладно. Давайте еще мороз из денег. А потом можно сделать вот так. Я надеюсь, она будет танцевать в одежде. Я очень надеюсь, что она будет... Почему на меня никто не смотрит? Почему я никому не интересна? Ну, чисто обычная моя ситуация. Мне нравится, с каким равнодушным лицом я это делаю. Спорить. Спорить о карьере. И с тобой я поспорю. А сейчас мы будем делать то, что я вообще презираю максимально. Да, именно это. Сейчас это и буду делать. Хотя она очень боится огня. И она не может даже пожарить хот-доги. Но вот деньги она будет сжигать. Это меня действительно удивляет, на самом деле. Я не знаю, на самом деле, куда еще потратить деньги. Я хочу просто потратить весь бюджет, который у нас есть. Вот. Но я не знаю, куда потратить. По сути, можно как бы, да, таким же образом, как мы эти все деньги заработали. Но мы их не заработали. Мы просто себе их присвоили. Боже. Она из-за того, что, кстати, начала ходить как звезда, она начала поскальзываться. То есть она идет такая... Ой. Просто сжигай деньги. Еще. Еще. Мне смешно, что зрители просто собрались из лошадей. Просто лошади смотрят. Жесть. Не забываем то, что мы в браке стоим. Я пошла на свидание с волком. У нас пригласил на свиданку в какие-то торговые ряды. Покупаем все. Есть ли вообще что-то дорогое здесь или нет? Я хочу просто все скупить. Короче, предлагаю сейчас сделать одно такое действие. Вот это. Это жесть. У нас полностью испорчена репутация. Полностью красная шкала. У меня такого никогда не было. И почти что пять звезд. То есть я почти что очень крутая. Она смотрит на тест. Это... Такого нет, если что в обычной игре. Пора из-за двоих. Ура. Так, короче. Теперь смотрите, что происходит. Смотрите. Офигеть, она сразу беременная стала. Ходит. Он узнает. Он узнает, что она беременна. И он, значит, берет злые действия. И разводится с ней. Короче, да. Он узнал о всех ее проступках. Он узнал, какая она на самом деле стерва. И он понял, что он не сможет с ней быть. И да, и мне, конечно же, нужно идти на работу. В общем, я подумала о том, что от нас уйдет Кассандра. Она будет жить своей жизнью. Все-таки как-то я не хочу ее эксплуатировать, так сказать. Также наш Рахул, он идет от нас. Потому что мы не очень хороший человек. Она останется одна с ребенком. И она будет это все познавать. И за что деньги мы переведем все нашим персонажам. И в итоге мы останемся жить с ребенком без денег. И будем пожертвования только приносить. Так, давайте быстренько сейчас это тоже на работе еще. Мы еще пока что не полностью осознали все, да. Мы еще пока что на плохом пути. И знаете, ее просто испортила популярность. Но потом она все поняла. Я правда не верю, что я это все делаю. Я, наверное, возьму только кота. Потому что все-таки он мой. Я возьму 20 тысяч миллионов. Потому что вдруг я просто не смогу себе купить квартиру. Я надеюсь, меня сейчас переселят на моего персонажа. А не на этих. Это реально очень странно. Потому что я уже привыкла к этой всей семье. Я очень долго за них играла. Ну как, не то, что прям долго. Но я долго за них играла. А, ну по факту вообще очень даже логично. Потому что она просто вернется в ту квартиру, где жил ее отец, как бы. Который умер. Вот, это достаточно логично. Давайте без мебели. Типа всю мебель просто распродали, когда отец умер. Короче, я думаю, что вполне логично завершение. И она, как бы, по сути, начинает свою жизнь заново. Вот. Но я думаю, что она справится. Потому что в любом случае у нее есть карьера. И она может просто исправить свою репутацию. Она может встать обратно на хороший путь. Например, сделать какие-то пожертвования. Мы, как бы, пожили в этом богатом мире. Мы зарабатывали хорошие деньги. По сути, как бы, хорошее завершение истории. Самое главное, что с Татошкой. И с каким-то левым ребенком. Я сделала небольшой ремонт в нашей квартирке. Чтобы просто были какие-то базовые вещи. Мы сделаем наше первое пожертвование. Сступим на эту тропу хорошего человека. Давайте сразу тысячу даже пожертвуем. Игрушка... Что? Миру мир. В общем, мы переехали с нашим котом. У нас развод. Мы беременны. И у нас очень странная квартира. Все полезное, все нужное есть. Что? Что? И сейчас произошла культура отмены. То это вообще будет... Не, все нормально. Мы еще популярны. И у нас... Посмотрите, как она ходит. Я не могу с нее. Все, теперь мы живем в обычной городской жизни. Никогда не поздно начать заново. Мне нравится, с каким равнодушным лицом я это сделаю. Типа... Да, это... Типа... Типа...